Здравствуйте! Сегодня среда, 5 августа. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство Bankir.ru. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. Сегодня в ходе дальнейших торгов Еврозона представит изменение объема розничной торговли за июнь. Канада и США опубликуют сальдо балансов внешней торговли за июнь. Кроме того, в американской статистике будут представлены июльские изменения числа занятых в частном секторе экономики от агентства ADP. Индекс ипотечного кредитования, композитный индекс АСМ для непроизводственного сектора, включая индекс занятости за июль, а также данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Европейская валюта продолжает свой медвежий тренд ниже уровня 1,0892 после обнадеживающих замечаний от ФРС по повышению процентной ставки в сентябре. Азиатская сессия началась отскоком от уровня 1,0847. Однако этот небольшой откат с большей вероятностью не повлияет на медвежьи настроения в преддверии новостей по доллару. В продолжении торговой сессии уход пары к отметке 1,0820 будет означать дальнейшие нисходящие движения 1,08 и 1,0870. Британский фунт после падения более 100 пунктов на вчерашней сессии сегодня утром скорректировался до уровня 1,5585. В ожидании новостей по индексу деловой активности в секторе услуг Объединенного Королевства большой волатильности не ожидается. В целом на часовом таймфрейме британец показывает прогнозируемую коррекцию. Мы ожидаем, что к середине европейской сессии быки по фунту постараются отбросить пару к отметке в случае поддержки фундаментальными данными 1,5555 и при преодолении двинется далее к уровням 1,5510 и 1,5480. По ценовой динамике золота следует отметить, что это уже седьмая неделя практически безостановочного снижения этого драгоценного металла. Инвесторы не проявляют интереса к вложениям в данный финансовый инструмент, а ожидание повышения процентных ставок в США и связанное с этим укрепление американской валюты по-прежнему оказывает давление на все сырьевые товары. После снижения вчера на американской сессии с открытием торгов сегодня цена на золото встретила поддержку быков на уровне 1,085 долларов. Но мы остаемся медведями в нашем прогнозе на сегодня и предполагаем дальнейший напор на позиции быков. При удачном закреплении цены ниже указанной поддержки следует ожидать дальнейшее снижение до уровней 1,082, 1,079 и, возможно, 1,075 долларов. В нашем прогнозе по серебру на сегодня предполагаем снижение до уровней 14,45, 14,35 и 14,20 долларов за унцию. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе.